всем привет сегодня в этом видео я расскажу о том как можно организовать купол то есть потолок хамами своими собственными руками сейчас мы находимся на стройплощадке и находимся в помещении как раз для хамам было два варианта как можно было сделать этот купол почему нужен именно купол для того чтобы когда идет прогрев и парогенератор выпускает огромное количество пара он поднимается наверх конденсируется и может превращаться в такие капли которые будут с обычного потолка капать на человека и может даже обжигать его ну не совсем это приятно а купол нужен как раз для того чтобы капельки конденсировались и скапывали потихонечку прям вот так вот поэтому полу кругу что слева что справа и уходили либо в канализацию либо на пол там кстати да нужно предусмотреть чтобы был тратки мной потому что во многих парнях которых я находился именно к маму почему-то отсутствует сейчас как раз идет процесс утепления пола для того чтобы потом разматывать теплые водяные полы заливать стяжку и в этот момент как раз тут важно было сделать вот этот вот скелет да как раз потому что приходится работать со сваркой сварка если капнет на пенополистирол он тут же возгорает поэтому это достаточно опасно это нужно было сделать сейчас и даже вот у нас есть труба да какие-то вот с утеплением идут холодно-горячая вода мы тоже так же все аккуратно накрываем то есть чтобы никаких капель там сварки ничего не прожгло ничего не делала и вы тоже будьте внимательны и аккуратно для того чтобы собрать такой замечательный каркас потребуется трубогиб если у вас его нет можно воспользоваться услугой и вам эту трубу просто согнуть по вашим размерам я нашел на всем известном сайте авито много наверное организации в каждом городе я думаю должны быть те кто занимается металлом каркасами всякими они могут согнуть недорого это услуга стоит и смотрите самое главное это дать те нужные размеры которые вы хотите увидеть у себя уже в готовом помещении очень важно просто вот либо математику включать либо сделать ну не знаю мы взяли даже ну это первый раз такое сделали да и поэтому взяли трубу пнд черную и даже приложили а наш полукруглая развернули приложили посмотрели как это будет потому что тяжело представить когда у тебя черновое помещение и соответственно такие размеры если саму тебе меньше ты будешь разгибать потеряешь все размеры всю геометрию а если включить математику вот у нас черновое помещение все что нужно знать его размеры длину и высоту и соответственно вот по серединке мы будем тоже знать какой будет изгиб все это будет необходимо но я советую всегда брать чуть чуть больше потому что для того чтобы всегда можно отрезать конечно до профиль для того чтобы машина трубогиб могла загнуть день нужно ровное основание там около 10 может быть 15 сантиметров и только потом идет этот так вот мы принципе сделать никаких проблем не представляешь это второй вариант первый вариант это взять и купить готовый купол он в принципе тоже изготавливается по вашим размерам есть уже какие-то готовые ну его стоимость конечно кусается если вот так вот смотреть туда готовый привезли как-то нужно его в проем засуну да как правило проем у всех уже как бы стандартные а у большой придется его распиливать либо самостоятельно либо уже на заводе потом склеивать здесь и он уже как бы гидроизолирован может быть то есть вот меньше работ думаешь может быть так даже дешевле удобнее было да нет не так что-то удобно сам купол стоит приблизительно вот если сравнивать делать самостоятельно и покупать готовый приблизительно 2 для понимания вот примеру 250 тысяч себестоимость изготовления этого хамам с плиткой с гидроизоляцией и 500 моем случае у меня таких а мама в моем банном клубе и поэтому мне целесообразнее было два по 250 чем один за 500 да поэтому если идти так то получается что можно укладывать безграничное количество мы говорим о том чтобы сделать это бюджетно но чтобы было хорошо и работало замечательно поэтому заказав нужные размеры вам согнуты все что нужно будет дальше сделать это взять сварочный аппарат и самостоятельно приварить если не умеете варить нанимаете сварщика на один день человек приедет и наверное там за пару тысяч как договоритесь быстренько все это привали профиль 20 на 40 больше чем достаточно толщина полтора миллиметра мне предлагали двойку но когда я сварил всего я понял что это вопрос это только утяжеление удорожание а в основном сейчас просто его покрасил я не буду трогать он когда я вот эти поперечины и свои поперечины и вот что слева что справа стал такой усиленный каркас то есть прям монолитный я еще даже думал может быть просверлю и закреплю на потолок ну это уже лишнее потому что все что необходимо было сделать опять опять глухарей взял забурился на 14 их закрутил своим гайковертом райобик все великолепно единственно что только я заказал еще дополнительную услугу это не прокраска прокраски такого нет грунтования очень удобно да потому что тут уже сзади как бы хоть это и все будет загидроизолировано а вы скажете как гидроизолировано что же теперь дальше делать как ты будешь теперь обшивать и чем самое главное а я вам скажу что обшивается это все специальным утеплителем пенополистирол тот же самый да он же должен получается быть влагостойкий он должен хорошо держать тепло в принципе может быть даже 40 миллиметров здесь было достаточно но я использую 50 у меня не такой мощный парогенератор я бы хотел вот концентрацию тепла больше вот меньше потерь есть специальный утеплитель называется рус панель и для того чтобы сделать ему как раз полукругом хотя можно взять да и самому подрезан он уже продается пилины что вдоль что поперек заводской распил как угодно полукругом аккуратненько все сгибается я возьму наверное саморезы со сверлом чуть подлиннее возьму крест шайбу и может быть еще дополнительную шапочку чтобы как можно меньше сюда торчало и аккуратненько все это дело закреплю он имеет размеры разные но я возьму два с половиной 2500 мили миллиметров давайте будем говорить строительной терминологии в миллиметрах на 600 миллиметров и соответственно у меня здесь понадобится только вот один лист до 600 и кусочком буду добавлять и тем самым вот еще померите по моему 3-4 листа до середины и дальше конечно эти листы тоже стоят определенных денег но когда ты все это суммируешь даже эти листы рус панели каркас его гибкая сварка покраска все два раза дешевле нежели будете заказывать готовый купол ну конечно если вам нужен такой простой конвертом там или еще что то тут конечно дизайнерские решения чем они более изощренные тем больше потребуется конечно финансовым вашем кошельке и кармане имейте это в виду после того когда обшиваешь все это рус панелью она уже с обратной стороны долги можно взять двух сторон она уже гидроизолирована все что нужно будет ну может быть там либо сами стыки пройтись еще разок до гидроизоляции цементной обмазочной либо просто вот плиточный клей а нужно будет использовать белый плиточный клей я уже делал в бассейне так поэтому я кому будет интересно потом сделаю отдельное видео где покажу как клеить мозаика плиточный клей белый специальный влагостойкий его даже можно использовать на затирку но я не советую потому что его в любом случае вымывается образуется потом черные пятна ничего на затем лучше использовать дотеку используйте эпоксидную до дорого но это окупается тем что она практически вечная она не чернеет она не вымывается и очень тяжело вышклебать механическим путем может немножко пожелтеть если она совсем белая опять же ими и можно промыть и как-то привести тоже порядок если взять на тон там темнее серый какой-нибудь молочный голубая луна там еще что то то вообще будет прекрасно и конечно помещение хамам необходимо провести сразу все коммуникации сюда входит канализация в виде трапа вот пожалуйста трап я заказывал он как раз воздушным сотвором в принципе там можно было выбрать и воздушные и гидро плюс и сразу нужно заложить трубы для водоснабжения для души да потому что вот в некоторых хамамов которых я был почему-то отказываются от этого мне кажется потому что сразу не заложили коммуникации душ должен быть в хамаме потому что это главное условие некоторые ставят такой пьедестал такая мойня в виде раковины используют для того чтобы гигиенические какие-то процедуры проводить должен быть душ сделайте его и никогда не пожалеете потому что сам принцип нахождения хамами то что ты пока здесь находишься распариваешься раскрываются поры и ты сразу можешь здесь помыться принять душ только тогда вот почувствуешь такое сильное и качественное очищение ни с чем не сравнимая поэтому вот попробуйте и делайте так мой настоятельный совет и рекомендации если все таки вы самостоятельно решите сварить такой каркас то как проще его сделать поставить лазер выставить ту линию размера которую вам необходимо закрепить набурить 45 зависимости от такой вот длины помещения до крепежей закрутить вот эту одну планку закрутить такую с обратной стороны и после установить с одного края дугу до приварить ее то есть я также вот лазер ставил да и мы ровненько ее по краешку приварили раз-два и точно также сделать с обратной стороны вот она вторая дуга приварили между ними натянуть веревку обычное дело ну так когда делают забор вы понимаете натянули отсюда не тянули отсюда вот у нас есть четкая линия дугу ставим один край на профиль опускаем до ниточки и видим сколько необходимо отрезать будет допустим там выступала два сантиметра то есть мы получается по одному сантиметру с каждой стороны обрезали там далее либо по два ну как полагается соответственно так сделать со всеми остальными дугами последнее у нас получилось двойная только потому что здесь заканчивается наш лист в два с половиной метра в 2500 миллиметров и здесь уже будет обрет то есть чтобы каждый получается крепился на своей противе все надеюсь я достаточно понятно объяснил если будут вопросы то задавайте комментарии конечно нужно заложить электрику у меня еще оставался кабель мы положили здесь негорючий но в принципе может быть здесь это и не нужно было этот парилку пошло ну сделали хорошо и очень важно делать вентиляцию потому что после того как вот прошли все процедуру до мам соответственно уже люди покинули его нужно будет обязательно просушить чтобы не было вот этого вот запаха заплесневения ничего такого ставят вентилятор у меня там вентилятор уже стоит в отдельном техническом помещении здесь будет просто клапан то есть хочу найти такой чтобы нажал на него он открылся и соответственно весь пар все ушло все продулась все проветрилось то есть это немаловажно обязательно нужно сделать все это я сделал в принципе за один день даже за полдня поэтому никаких трудностей не представляет до вдвоем это можно сделать очень быстро и главное достаточно бюджетно единственное чему нужно быть готовым то что если вы берете дугу то металл там 6 метров идет да если у вас получается меньше то вам соответственно нужно забирать и металл также обрезках у меня вот обрезки остались они также потом можно добавить дополнительное усиление сделать итак мы во втором помещении также хамам здесь у нас получается он вытянутый но узкий именно поэтому да вот душевая будет ближе к левому краю а с правой стороны вот как вот козел стоит здесь будет лавки да лавки тоже спинопульсировала я не буду буквы г именно поэтому я решил сделать не маленький купол такой полукруг потому что он упирался получается в входную дверь получается либо он должен быть как-то супер разогнут то есть уже не полу круг либо он находил на двери поэтому я решил сделать его именно вот так тут еще надо будет подрезку осуществить поэтому я не покажу да вот таким образом он будет здесь я немного изменил именно сам геометрию потолка и как бы то что нам мешало то нам поможет вот тоже это дело сварил после выходных поэтому надеюсь это видео кому-то будет действительно полезным потому что если вы делаете хамам то это отличное решение также можно сделать если вы собираетесь покупать допустим парник парники достаточно дорогие когда увидел даже вот там не на зоне на яндекс маркетингом предлагали посмотреть из тоненького профиля алюминиевого стоит там 28 30 и больше тысяч и получается что в основном они не удерживают какой нагрузки снеговой да может быть даже ветровой каких-то случаях здесь же конечно вот стопроцентный металл усиленный мощный можно использовать толщину стенки два миллиметра вообще тогда не будет никаких проблем сварить его самостоятельно или опять нанять нанять там до человека который свалит спать за один день и будет вот усиленный хороший каркас для можно даже и хорошо использовать для бизнес-идеи да сделаем вам отличную парник по доступной цене сказали нагнули приварили все можно обшивать полный порядок поэтому если это видео было кому-то интересно и как всегда познавательно ставьте лайк с вами был сергей перетягин и до новых встреч теперь а я пойду еще работать